Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Друзья, дорогие, мир вам! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, есть такое замечательное место в Библии Иоанна, 1 глава, 16-17 стих. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Как понять вот эту двойную благодать? Да, действительно, очень яркое место в Священном Писании. Вообще, Евангелие от Иоанна – одно из богатейших Евангелий, одна из богатейших книг Библии. Я получил огромное благословение для своей собственной души, когда я проповедовал на этой Евангелии от начала до конца. Несколько лет назад мы закончили изучение этой книги. И вот здесь, в первой главе, с самого начала, апостол представляет нам богатство Личности Иисуса Христа. Он говорит о Нем как о Творце, он говорит о Нем как о Носителе Жизни, он говорит о Нем как о Носителе Света. И дальше, где-то к середине главы 12 и 13 стих, он говорит о том, что он пришел к своим, то есть к евреям, которые знали о Нем, которые ожидали, и свои не приняли Его. И вот здесь, в этом же ключе, продолжая говорить о том, что слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. И именно в этом ключе он представляет вот этот текст, когда говорит об особенной благодати. Но прежде всего, как нужно понимать вот этот термин «благодать на благодать»? Скорее всего, речь не идет о какой-то специфической благодати, которая была до Иисуса Христа, и потом специфическая благодать, которая явлена в Иисусе Христе. Фраза «благодать на благодать» она говорит об изобилии благодати, она говорит о избытке, говорит о той полноте, которую Господь изливает на нас в своем спасающем действии, посылая Сына. То есть Он Сам приходит на землю для того, чтобы нам излить вот свое сердце любящее, излить свое особенное расположение к людям. К великому сожалению, мы, живя на земле, очень часто привыкаем к благодати, очень часто воспринимаем ее как само собой разумеющееся. Но если мы посмотрим на все Священное Писание, то оно с самой первой главы Библии пронизано вот этой яркой картиной и портретом Божьей благодати, восхищением, пронизано Божьей заботой, уникальнейшей заботой о нас, людях, с самого начала Бог творит мир и творит его прекрасным, и Он его дарит людям. Он делает человека хозяином всего творения, Он дает человеку разум, который способен творить, Он дает человеку личность, способная наслаждаться этим творением, Он дает землю, которая полна ресурсами, Он дает способность взаимодействовать с этой землей, с этими ресурсами, производя что-то ценное и полезное, и вот уже сам этот дар творения, он является ничем иным, как благодатью. Почему благодатью? Потому что мы совершенно этого не заслужили, это все рождено было в сердце дающего, в сердце Бога, независимо от того, кому дают. То есть Бог творит мир прекрасным, Он дает людям, и это все рождено только в нем, исходит только из него. После этого мы видим второе проявление благодати, когда человек согрешает, и Бог имел все право для того, чтобы отправить людей навечно в ад, вместе с дьяволом. Но Бог оставляет прекрасную землю и оставляет человеку творческие способности, и оставляет человека также во главе всего творения. И Он продолжает обеспечивать человека хлебом насущным, солнечным светом, все процессы, которые на земле, в атмосфере, которые создают нашу сферу жизни и деятельности, все остаются такими, которые достаточны для того, чтобы человек функционировал. После того, когда человечество, воспользовавшись всем этим, все-таки приводит это к полному краху, когда в шестой главе книги «Бытие» мы читаем, что все мысли и помышления их были зло во всякое время, и Бог вынужден уничтожить человечество потопом, Бог опять проявляет благодать, Он спасает одну семью и продолжает человеческий род. Итак, если мы будем продолжать сейчас всю историю, библейскую историю, мы можем увидеть, как вся она буквально переполнена Божьей благодатью. И теперь, когда Иисус Христос приходит, то это полнота Божьей благодати. Это когда уже сам Бог себя отдает людям для того, чтобы иметь личный глубокий контакт с человеческой душой. Ну и, конечно же, самое яркое выражение этой благодати – это в том, что Иисус Христос берет на себя наш грех, берет на себя нашу вину, несет за эту вину наказание, умирая на Голгофском кресте, для того, чтобы подарить нам жизнь. И эта жизнь полноценная, богатая и вечная. Вот это имеет в виду и апостол Иоанн, точнее, представляя нам свою Евангелие. То есть понять благодать возможно только глазами недостойности, незаслуженности того, что ты имеешь. Аминь. Точно так. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Спасибо, друзья. На сегодня все. Благослови вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.орг. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio.слово.орг. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Присылайте.